О подготовке к отопительному сезону, вывозе мусора из сельских поселений говорили на оперативном совещании в районной администрации. Провел его исполняющий обязанности руководитель администрации муниципалитета Алексей Воробьев. Все подробности далее. Отопительный сезон в Серпуховском районе под угрозой срыва. Подготовка домов до сегодняшнего дня не велась ни управляющей компанией МУП «Служба заказчика», ни МУП РКЭО, обслуживающей котельной организацией, которая с апреля находится в стадии банкротства. Сети почти во всех поселениях изношены. Есть опасения возникновения серьёзных аварий в Липецах, большевике. Кто будет обеспечивать население теплом? Правительство Московской области подключилось к решению данного вопроса. Долги населения, проживающего в районе, за коммунальные услуги растут. Уже более 163 миллионов рублей люди задолжали муниципальной управляющей компанией. А та, в свою очередь, ресурсоснабжающим организациям – почти 100 миллионов. И это не единственная проблема. Большая проблема на сегодняшний день с фондом капитального ремонта. На пустовом совещании эта проблема была отмечена. То есть у нас есть 13 объектов, которые вошли в капремонт 2017 года, на сегодняшний день выполнены только 5. На сегодняшний день работы не ведутся по капитальному ремонту. К работам, запланированным, в 2018 году вообще не приступали. Исполняющий обязанности руководитель администрации муниципалитета взял на контроль вопрос взаимодействия с фондом капремонта. Вообще, сложности решения большинства жилищно-коммунальных проблем района в том, что в многоквартирных домах нет старших, которые бы представляли интересы жителей и отстаивали их права на комфортное проживание. Институт старших по домам, в принципе, на территории Северпольского района не развит, либо не работает. Это как бы в том числе и задача управляющей компании, и отдела нашего ЖКХ. Поэтому вы в этой части посмотрите, сформулируйте предложение, нам эту работу необходимо будет максимально коротко создавать с вами. Хорошо. Алексей Воробьёв отметил, что необходимо усилить работу с жителями из Федеральной службы судебных приставов, чтобы процент собираемости за услуги ЖКХ был высоким. Отсутствие договоров на вывоз мусора в сельских поселениях. На этой теме Алексей Воробьёв также заострил внимание своих подчинённых. Жители частных домовладений либо складируют отходы на стихийных схвалках, либо подбрасывают пакеты в контейнеры, установленные на границе с городом. В ряде поселений есть свои контейнерные площадки, но они всегда переполнены, поскольку мусоровозящие компании забирают лишь часть ТБО, ссылаясь на лимиты по договорам. В ряде сельских поселений, в деревнях количество заключенных договоров на вывоз ТБО с частным сектором минимальный объём либо вообще отсутствует. По деревне Паникова мы можем на сегодняшний день констатировать, что у меня одного договора с частником на вывоз ТБО нет. Но, наверное, это должно у всех вызвать определенный шок, как тогда, куда эти мусоры двигаются. До сего момента ни главы поселений, ни сами жильцы не были по-настоящему обеспокоены ситуацией. На этой неделе уже начнутся рейдовые мероприятия по проверке наличия договоров вывоза мусора у населения. Продолжение следует...